Четвертый международный экономический бизнес-конгресс завершил свою работу во Владивостоке. Четыре дня представители бизнеса из России, Китая, Японии и Кореи, а также местного экспертного сообщества и Министерства по развитию Дальнего Востока обсуждали вопросы развития портов Приморского края, а также всей транспортной инфраструктуры международных транспортных коридоров, реализации закона о свободном порте Владивосток. Инвестор, он не придет, если будет взаимодействовать, например, только или с наукой, или с властью. Только когда инвестор увидит, что есть взаимодействие и понимание между бизнесом, властью и наукой, сюда активно будет приходить инвестор. Цель площадки бизнес-клуба «Диалоги» и международных экономических бизнес-конгрессов – это консолидация власти, бизнеса и научного сообщества по решению федеральных задач. А федеральные задачи на территории Дальнего Востока обозначены давно. Одна из главных – реализация проекта свободного порта. Бизнесмены замерли в ожидании. Закон вступит в силу буквально через две недели. Уникальный для Приморья и всего Дальнего Востока проект создаст все условия для портовой деятельности, а также повышение привлекательности захода судов. Это и свободные таможенные зоны, упрощенный порядок получения виз, принцип единого окна и круглосуточная работа пунктов пропуска. Проект дорабатывается, что называется, в режиме реального времени. Но уже сейчас его плюсы и минусы очевидны потенциальным иностранным и региональным инвесторам. Сейчас стал вопрос о том, а какие отрасли, какие группы предприятий могут рассчитывать на то, чтобы стать нерезидентами порта, кто останется нерезидентами. И я могу сказать так, что на Конгрессе, допустим, озвучивался такой нюанс, что иностранные инвесторы в принципе не понимают, почему они занимаются какой-то бумажной работой. Они говорят, вот у нас есть тысяча участий во всяких подобных проектах в Гонконге, в Сингапуре, где-то еще. Мы пришли, мы строим свой завод, мы уже резиденты. Россия единственное место, где нужно еще заполнять бумажки. Экономисты намекают, очереди из иностранных инвесторов, готовых вкладывать в открытие новых производств на Дальнем Востоке, пока нет. Много моментов, которые смущают. Ситуацию эксперты условно сравнивают с тем, когда стол еще не накрыт, но гостей уже пригласили. Тем не менее, уже сегодня инвесторы видят в регионе потенциал для развития сервисных производств, транспорта, логистики, сферы развлечений, образования и здравоохранения. Очень хорошо была представлена наша игорная зона. Очень представительная делегация. Были сделаны совершенно конкретные предложения относительно того, что, ну, например, почему наша, так сказать, игорная зона вынуждена будет в Москве закупать рыбу для питания сотрудников и гостей. Хотя вот мы живем, да, на берегу самого плодородного Тихого океана. Совершенно аналогично. Рассматривалось несколько крупных проектов в области транспорта, в области логистики. Лучшая импровизация та, что заранее спланирована, а амбициозные начинания хороши, если опираться на чей-то опыт. В рамках четвертого бизнес-конгресса немало времени уделили знакомству с лучшими отечественными и зарубежными практиками ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата. Эксперты сходятся во мнении, если четвертый бизнес-конгресс отвечал на вопросы, стоящие перед инвестиционным сообществом, то пятый конгресс будет играть совсем другую роль, а именно не отвечать на вопросы, а ставить их. И это, по словам специалистов, будет совершенно новой страницей в экономической истории Приморья. Марина Абалешева, Кирилл Корнилов. Новости на восьмом.